Добрый вечер, здравствуйте дорогие одесситы. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня в эфире Игорь Михнивский, мастер спорта СССР по боксу, тренер высшей квалификации, с которым мы знакомы с уже 50 лет. И все эти 50 с лишним лет он фактически является не только тренером, но и действующим спортсменом. Сегодня он тренируется, не пропуская тренировок. Я его спросил перед передачей, какой самый большой перерыв был в занятии. Он говорит, что не было перерыва. Вот за 50 с лишним лет пребывания в спортзале боксерском, вот такой вот консерватор не сделал ни одного перерыва. При этом сейчас, в своих 65 лет, находится в прекрасном физическом состоянии, проводит бои, спарринги, дерется на равных с молодыми действующими боксерами, побеждает их. Вот я хотел спросить, это на самом деле признак определенного консерватизма, упрямости, или это передалось от отца, от деда и так далее. Я так понимаю, что по женской линии тоже был дед Иван, который тоже боксом занимался. И Генрих Сигизмундович Михневский, отец тренер по боксу, и мой тоже. Вот это от них передалось, или это как бы вот так получилось, что ты просто по жизни такой вот последовательный, консервативный человек, который всю жизнь занимается вот этим замечательным видом спорта. Причем не переходил ни в санда, ни в борьбу, ни в карате, ни в Кокушунхай. То есть ничего этого ты не делал и не пробовал. То есть всю жизнь английский классический бокс, который в 60-е годы был не так популярен и не так финансово поднят, как сейчас. Да, конечно. А Игорь Михневский продолжал упорно заниматься вот им. И я так понимаю, и в футбол играл, но это было как бы так, для разрядки. Расскажи, как это так получилось, что ты вот в 60-х лет находишься в боксерском спорте. Получилось это, естественно, иначе это не могло бы учиться. Потому что я думаю, с того момента, когда я вообще начал себя осознавать, я уже бывал в спортивном зале и довольно часто. Но я помню, как тебя первый раз привели. Но тогда я уже был значительно старший. А до этого это все было и во Львове, и в Уфе, и уже потом в Одессе в нашем строительном институте. Потом в Спартаке. В Спартаке, да, в Львове, и в Украинке, и дальше на Михайловской, и дальше, и дальше. Вот сейчас это уже фитнес-центр Багира, и там я уже работаю 11-й год. И, понятно же, отказываться от этого вида спорта для меня было неестественно, потому что я в нем, я в нем жил, и все то, что меня окружало, это было связано очень какими-то с боксом. Ну вот смотри, Игорь Генрихович, я хотел привести в пример знаменитое уже сейчас высказывание нашего замечательного сатирика Михаила Михайловича Звонецкого. Довольно ехидное, кстати. Он сказал, что если ты идешь в спортзал, то пребывание регулярно в спортзале на 5 лет продлевает жизнь человека. Если ты все эти 5 лет провел в спортзале. То есть вроде как получается, что зачем идти? Те годы, которые ты там вернешь, там же и потеряешь. Но ты за пределами спортзала по-другому себя будешь чувствовать. И тут дело даже не в том, что ты в состоянии на кулаках себя защитить и будучи не очень габаритным человеком, просто 2-3 человек перевернуть нечего делать. Но ты вроде этим никогда не занимался. То есть вроде не хулиганил, не искал статистик на улице, больше того уклонялся от поединков, там как бы блокировал. То есть делал все, чтобы человека на пол не ронять. Хотя можешь это сделать очень просто. Как так получилось, что у тебя при этом, при всем вот такое вот упорство, и ты огромную часть жизни потратил на то, чтобы совершенствовать себя физически? Или это и морально-нравственное совершенство? Расскажи об этом, пожалуйста. Ну я думаю, что это довольно такое емкое понятие. Живанецкий прав или не прав? Нет, я думаю, что Живанецкий прав отчасти. И реально спорт многих из спортсменов, которые не забрасывают его в 25 и в 30, он очень поддерживает. И для того, чтобы появиться в зале не реже пяти раз в неделю, нужно на что-то нажать. Ну тут пяти, дай бог три прийти, три раза. Что-то смять, передавить. То есть от чего-то отказаться? Может быть, да, от чего-то отказаться. От курева, от выпивки, от всякого рода разных удовольствий, да? Ну я не считаю, что это самое яркое удовольствие, но по всякому случаю... То есть ты еще к тому же и принципиальный трезвенник? Да, наверное. Потому что в противном случае это нельзя. Ну то есть ты можешь в свободе провести новогоднюю ночь, что ничего не выпив вообще? Или выпив там по галстам? Смешно, да, конечно, смешно. А в принципе, я же говорю, что злоупотребление вообще исключено, потому что это очень сложно возвращает обратно в зал. И поэтому, ну и у меня было, и у нас было много ярких примеров тех людей, которые... Которые ушли и не вернулись. Не вернулись, да, из этого вида спорта. И получается так, что столько в те годы, когда мы начинали, тогда если боксер занимался 4 года, значит он будет боксировать и тренироваться дальше. У большинства такое получалось, да. Но тут зависело многое от его соревновательных успехов. Если у него начали люди проигрывать, а тем более падать во время боев, у него появились амбиции, новые горизонты, карьерные какие-то иллюзии. И он начинал как бы фанатировать. А если у него побед нет, его бьют, он не выигрывает, он попадает в середнячки, он становится тренировочным спортсменом, на котором следующие молодые поколения отрабатывают. Ему становится неинтересно, пропадает мотивация. То есть сам по себе успех мотивирует. Ну, мы часто говорим о том, что время сжалось. И если в наши годы среди взрослых можно было начинать боксировать в 21 год, то сейчас это как минимум на 4 года. Ну, была молодежь, так называемая, 17 до 21 год. И очень такой силой. А берегли здоровье таким образом, да? Да, конечно же. Потому что к 20 годам нахвататься, и большинство, к сожалению, относились не совсем серьезно к тому, чтобы научиться защищаться, а просто добиваться успеха за счет какого-то навала на соперника, за счет нанесения каких-то... Ну, были тренеры, которые больше ничему и не учат. Учат бешеные атаки, кто первый сильно ударил, тот и победил. Да, тот и победил, да. Тот, может быть, и победил. Но тебе приходилось бы работать и с такими боксерами, которые сразу бежали вперед, не щадили себя, шли на обмен, но и тебя доставали, да? Ну да, таких было немало. Таких было... Каждый второй такой спортсмен был. Потому что была совершенно, да, совершенно одна школа была. Но, тем не менее, с этим мы справлялись. Ну, хорошо. Твой отец был совершенно категоричен в выборе способа передвижения. Мы с тобой недавно об этом говорили. Он очень упорно настаивал на том, что знаменитый вот этот маятник, этот скачки или как они называются, челноки, это как бы тупиковый вариант. Он ничего не дает. Они поработают на линии, потом бросают друг друга, походят, походят, выстроят опять линию спустя 360 градусов и продолжают. Приставной шаг давал возможность атаковать и быть в бою беспрерывно. Беспрерывно, да. Да. А сейчас как бы это противостояние нивелировалось, его не обсуждают. Есть тренеры, я сам видел, открытые уроки, где обучают передвигаться и челноком, и приставным шагом перемежая их. Кстати говоря, пока бросают вот этот вот челнок, бросают руки вниз и еще ходят дразнятся. Мы это видели как бы у Ломаченко, за что ты его, как я понял, не очень одобряешь. То есть я бы хотел, чтобы ты о технике передвижения поговорил, потому что очень многое в боксе происходит на уровне ног, щиколотых, коленей, бедер, а не на уровне кулакова. Да, и скорее угадывается начало атаки за счет движения ног, а не за счет действующих рук. Поэтому периодическим временем улавливается положение ног соперника. Исходя из этого, я так думаю, веб-камера срабатывает и по-своему реагирует на каждое из положений ног. И таким образом, да. Веб-камера имеешь два глаза, который улавливает это все и выдает программу, которая уже есть в запасе. Потому что если нет подготовки... То есть автоматизированный навык, да? Да. То есть он не думает, какой рукой бить. Он срабатывает моментально, этот навык. И это все, опять-таки, благодаря устойчивому положению в ринге. Если его нет, то, в общем-то, и атаковать без трубки. Но этот навык, это результат тысячи часов упорного проливания пота в спортзале. Как правило, в маленьком... Тысячи раз повторение одного и того же элемента до автоматизации, да? Да. Вот это, наверное, самое тяжелое. Остаться в форме психологической, в состоянии свежести, восприятие вот этого как нового. Тем не менее, приходишь и снова надо повторять все, что ты знаешь чуть ли не с детства. Да. Потому что иначе это теряется. Но в течение месяца это все и теряется. Но есть люди, которые более ориентированы на переключение. Попробовал с детства, пошел в шахматы. Поработал шахматом, пошел на бальные танцы. Вернулся в каратэ. Потом он следом за модой еще следует, да? Появились какие-то новые модные, хочется всего. Так бывает и в жизни. Так бывает и в психологии, которой я посвятил значительную часть своей жизни. Большую часть сознательной. Тоже, кстати, благодаря твоему отцу, поскольку он мне книжки по спортивной психологии принесил. И настаивал, чтобы я их читал. Я на мехмате учился в это время. То есть должен сказать, что сама по себе вот эта погоня за новизной или утомление от однообразных занятий, оно приводило к тому, что люди меняли несколько вузов за свою жизнь и профессии. Но американцы вообще не считают эту трагедию. Они говорят, что человек раз в 5 лет должен менять профессию. А мы выбираем профессию на всю жизнь. На всю жизнь. В этом смысле своя спортивная специализация – очень интересный, очень яркий пример верности одной физической, одной спортивной культуре. Одно и той же – классическому английскому боксу. Английскому боксу, да. Ну, я же говорю, в то же время я и занимался лёгкой атлетикой, играл в баскетбол, играл в футбол. Но это ты рассмотрел как вспомогательный. Как вспомогательный вид спорта. Ну, где-то отчасти они и помогали. А твой отец же был одновременно и лыжником, и легкоатлетом. Легкоатлетом, да. И в разминке давал много легкоатлетических упражнений. Да, очень много интересных упражнений, которые сейчас уже, к сожалению, ушли на второй план вообще везде. Нет, ну я вообще думаю, что таких людей, таких тренеров больше просто я никогда не встречал, не видел. Потому что он срисовывал с каких-то русских ваз размещение рук у бойцов, когда они так двигались. И потом на раскрутке этот скачок, который без горки, а так на прямой скачок с прямой рукой. То есть вот это всё вместе взятое. Меня совершенно поражало, что он это берёт из каких-то древних единоборств, их пытается адаптировать. Понять, как эта скульптура размещена в пространстве, какая опора ног там и так далее. Да, и положение руки, это всё изучало. Он всё это черпал из истории единоборств. Да. Ну, совершенно естественно, серьёзная школа для него был тот институт, который он закончил. Московский институт физической культуры, который он... Да, да, он закончил, его же закончил я. Но ты был не только студентом института физкультуры, ты был чемпионом Москвы среди студентов. Да, среди студентов, да. И чемпионом Москвы тоже был по молодёжи. Во взрослых это было значительно сложнее, потому что... Но это было уже сборная союза, фактически. Да, это серьёзнейший уровень. Но в составе Центрального совета Борисника, в МГС Борисник я был, и поэтому... Подожди, а у тебя был какой-то период, когда ты выходил на спарринг с какой-то аппаратурой, пульсотелеметрией? Это была твоя дипломная работа? Моя дипломная работа, это была... Фактически по психологии спорта была работа. Да, да. Это было связано с сенсомоторными индикаторами, которые позволяли выявить по, допустим, на данный момент подготовленность спортсмена к тем или иным соревнованиям. Ну, не все наши телезрители, которые нас на деле смотрят, знают, что такое сенсомоторные индикаторы. Давайте скажем, что это некие опознавательные сигналы, а сенсус это ощущение, а моторика это движение. Ощущение, движение, да. И вот реагирование на появление этого индикатора светового давало представление о спортсмене. Я с этой темой своей дипломной работы проработал 4 года со сборной СССР, которая готовилась к разным соревнованиям. И мой шеф по науке, Родионов Альберт Вячеславович, он активно руководил работой со сборной и подключал меня к этим процессам. И в те годы все сборные проводили в Москве, в Лужниках, и поэтому меня активно подключали к этому. И во всех этих тренировках, за ними я наблюдал, порой мне везло в том плане, что я стоял в парах со спортсменом более легких весовых категорий. Это были и очень известные спортсмены, такие как Борис Ректуев, Анатолий Камнев. С Камнем в 60-й репетсмены, в 60-й репетсмены, чемпион Европы, да. Он у меня тоже был бы в моей дипломной, был бы в эксперименте, да. И, ну, имен масса, и все это было очень ярко, запоминалось. И вот работа дипломная была построена вот на исследованиях этой сборной. И что интересно, как раз по рекомендациям, которые получали в результате этих исследований, можно было формировать состав сборной на те или иные соревнования. Можно было, но не формировали. Нет, формировали, формировали. Очень прислушивались к этому. Направлял на все это Юрия Родоника Георгия Ванесовича Джароян. Он его верно ориентировал. Он, наверное, Константин Васильевич Градополов сам тоже где-то имел к этому отношения. Да, имел непосредственно отношения. Он уже старенький был в это время. Я с ним тоже был знаком. Он не очень старенький был на тот момент. Он был тогда моложе меня. Ага, с чем ты сейчас. Я понял, да. Но мы его воспринимали как такого уже академика классика. Автор первого учебника по боксу, да? Да, тем более это уникальный был человек. Это был актер, актер театра и кино. Но он снимался в фильмах в роли иностранных боксеров, которые лучше нашего, но наш на характере выигрывал. Выигрывал, да. То есть наш это был актер обычно. А он был как бы боксер, который как бы отрабатывает за нехорошую страну. Там не показывалось какая именно, но было понятно, что он говорит с английским акцентом. Да, с английским акцентом, да. Ну это было, конечно, очень интересно. Тем более, что он, я так понимаю, что есть с чем сравнивать. Есть возможность, была возможность оценить это все. И я так полагаю, что ярче, чем Градополов, Булычев, оба Огуренковых, не специалистов как тренеров не было вообще. Потому что... Ну тогда еще отношение к тренеру и специалисту было другое. Эти фамилии мы помним не только потому, что они достигли каких-то результатов, а потому что они были первыми, кто сделал бокс объектом научного исследования. Да, это серьезное в общем исследование. Ну да. Ну они книжки написали, написали учебники. Да, исследования же проводились не только в области психологии, в области биохимии, той же физиологии. И были разработаны серьезные программы по подготовке сборных команд. Но это была другая эпоха. Тогда, например, Виктор Быстров, 51 килограмм, тогда он был просто наилегчайший, тогда не было 48. Он продержался в сборной союза первым номером 11 лет. Ничего такого сейчас просто невозможно. Сейчас профессионалы держатся подолгу, поскольку там большие деньги и там больше... Меньше соперников. Меньше соперников. Настоящих. А тогда люди приходили в спорт любительский на всю жизнь. Тот же Попенченко, тот же Лагутин, три Олимпиады. Три Олимпиады, это 8 лет. Три Олимпиады, 8 лет. Но надо посчитать, сколько до первой Олимпиады потратилась силы и энергия. Но Лагутин сегодня это... Жив-здоров. Жив-здоров. И он сегодня как бы тоже член федерации, там какая-то административная долг занимает. Да, он занят вопросами. Виктор Быстров, Виктор Агеев сейчас тоже там. Да, ему вот в июне мы будем отмечать его 75-летие. А они были соперниками в одной весовой категории, да? Да. И Агеев, он был таким бесшебашным парнем. Но он держал руки на уровне коленей, да? И все время корпусом раздергивал соперника. Это были самые... Был еще в этой кампании еще один спортсмен, Утешев. Это была такая троица, московская и союзная, которые между собой пытались всякий раз выяснить отношения. Но удачнее всех проявил себя, конечно же, Борис Логутин. Он оказался самым верным рыцарем бокса. Он на последнюю Олимпиаду вообще не должен был поехать. Просто Агеев попал в нехорошую историю, драка в ресторане. И поставили Логутина, который выиграл в финале у кубинца Корвея. Выиграл в финале через Немогу. То есть, это было намного мощнее, как бы... Это была вторая золотая медаль Логутина, хотя в первой своей Олимпиаде он получил бронзу. Бронзу, да. А потом две золотых. Потом две золотых, да. И мы с ним встречались после его второй Олимпиады в Москве. И там в Доме журналистов, на Садовом кольце, была встреча с ним. Дом Журань. Да, да. И там очень интересная была встреча. Ну и вот с того момента мы с ним знакомы, дружны и поддерживаем. Но он, в общем-то, и мало травмировался. То есть, он вообще был такой упорный парень, очень много тренировался. Да, и очень серьезный был парень. В 71 он боксировал в первом середине. Да, в 71. Ну и, конечно же, мы с ним встречались в позапрошлом году, на его 75-летие. Выглядит он отменно. До этого мы с ним встречались на его 70-летие. Зал ходит? Обязательно он в зал постоянно приходит. Так он в паре работает на мешке? Нет, он большую часть консультирует, немножечко работает на мешке. Это, в общем-то, зал Крыльев Совета. Такая живая легенда. Да, это его отчина. Хорошо. Значит, ты перед началом нашей передачи хотел говорить о юбилеях. Я вообще небольшой любитель справлять всякого рода юбилеи. Но, тем не менее, в этом году происходит, как отмечается, сразу несколько каких-то знаковых дат. Расскажи о них. Даты знаковые. Прошлый год был знаменателен 20-летием первого матча Украина-США. Ему как-то так не придало значения. А, тем не менее, это было серьезное событие в истории украинского бокса. Американцы до этого утверждали категорически, что европейский бокс – это очень слабый бокс. И они гораздо мощнее и интереснее. Но, тем не менее, в этом поединке было все очень интересно. Он был в Киеве и в Одессе, вторая его часть. Более того, вот в этом году мы отмечаем 40-летие первой встречи, первых международных встреч одесситов моего поколения. Со сборной Румынии была встреча, по-моему. Нет, это была встреча. В Десаконстанция была такая встреча. Это было чуть позже. А в 1976 году мы поехали на турнир «Черное море». Там были турки, румыны, болгары. И все это нам обеспечил покойник, к сожалению, Борис Давыдович Литвак. На тот момент президент Федерации бокса. Ну, он председатель, да, председатель. Но он никогда не занимался сам боксом, но он при этом проявлял к нему огромный интерес. Огромный интерес и очень поддерживал боксеров. Это тебе было 25 лет в 1976. Да, 25 лет было. И вот мы поехали на этот турнир, и он послужил, дал серьезный толчок дальнейшим нашим контактам международным. И в этом году, отмечая вот этот 40-летний юбилей, мы пригласим к себе на... К себе это в Киев? В Одессу, нет. В Одессу пригласим к себе на лично командный такой чемпионат работников морского и личного транса. Это вот то, чем Сафин занимается? Да, то, чем занимается Сафин. Он президент этого союза. И мы приглашаем туда, уже есть договоренность с командой Румынии, с командой Болгарии. Ну, я понимаю, что президент любого боксерского любительского союза, это тот, кто платит деньги за этот союз? Или привлекает инвесторов? Да, это привлекает, я думаю, инвесторов, да. И сейчас мы будем, в общем-то, готовиться к этому мероприятию, потому что оно крайне необходимо, потому что спортивных обществ нет. Есть просто клубы, которые занимаются боксом. А тогда общество, которое мы все ругали, тем не менее, они свою роль играли. Они очень серьезно играли роль. Уважаемые телезрители, 737-73-10, у нас в эфире Игорь Михневский, мастер спорта СССР по боксу. Наш тренер и мой старинный друг. Я хотел бы, чтобы, если вам что-то интересное, для вас представляет интересный такой вид спорта, как бокс, можно звонить, задавать вопросы. Вот, коль скоро у нас такой гость. Что еще в этом году, что-то вы еще говорили? Ну, вот мы в январе встречались с Виктором Запорожцем. Это один из наиболее выдающихся боксеров весовой категории 48 килограмм и 51. У нас, я прошу прощения, у нас звонок в студию. Да, слушаем вас внимательно, вы в эфире. А скажите, пожалуйста, можно задать вопрос? Да, конечно. А вот скажите, пожалуйста, у нас есть где проводить такие соревнования? Мы постараемся найти такое место. У Игоря Викторовича ринг есть? Я думаю, что к этому моменту будет. В корпусу Игоря Викторовича есть? Он Игорь Генрихович, если вы говорите об этом. Нет, есть. Здесь вопрос шел в том, что делать... А, Сафи, я знаю, кто задает вопрос. Игоря Генриховича мы знаем. Да, слушаем вас внимательно. Ну, мы будем искать такие условия, в которых мы проведем этот турнир. И я так думаю, что есть прекрасное место, известное всем одесситам, украинцам и даже в СНГ. Такое место, как Юракадемия. И там мы можем спокойно провести этот турнир. Да, ну, хорошо, очень приятное, хорошее... Да, Игорь, очень приятное. Вы скажите, а все же турниры, в принципе, вы же знаете, что проводится согласование Федерации бокса областной города Одессы. Конечно же. И я так думаю, что все эти вопросы мы согласуем. Мы в стадии развития этого процесса. И думаю, что мы его согласуем. Я понял. И подозреваю, что препятствий этому не будет никаких. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, спасибо. Ну вот, оказывается, есть компетентные люди, которые следят за всей этой правовой административной стороной вопроса. И их это волнует. Это значит, мы не в одиночестве? Ну да. Значит, тем не менее, я вспоминаю, что в 60-е годы, в начале 70-х, когда у нас гремели такие фамилии, как Трестин, Илюша Учитель, когда у нас был чемпион союза двукратный, Леонид Бугаевский, к сожалению, не ушедший из этой жизни, совсем недавно. Значит, и Няткин с тяжелым весеным весеным. Такие люди, которые брали там серьезные места в Союзе, были многократными чемпионами Украины. Этих людей одесситы знали в лицо. То есть, они заходили в костел, там, где авангард был. Публика отворачивалась от зала и говорит, вот кто пришел. То есть, знали в лицо того же Семена Трестина и так далее. Сейчас ничего такого нет. Сейчас популярность перешла к профессионалам в боксе или просто к другим видам спорта. Это с чем-то связано? В чем-то боксеры провинились? Может быть, своим участием в каких-то преступных группировках? Нет, я думаю, что не в этом дело. Просто сейчас это все намного шире. Меньше освещается и больше соблазнов. Больше соблазнов и большее разнообразие единоборств. Да. И порой сложно отличить одно от другого по целому ряду причин. Потому что подготовка спортсмена не всегда происходит квалифицированно. Поэтому многие пробуют себя, как получится. То есть, у нас падение качества тренерской работы наблюдается, да? Да, часть. Тренерам мало платят. И кроме того, среди них очень много людей, которые боксом особенно не занимались. Да. И тренерам не только очень мало платят, они сами изыскивают пути к тому, чтобы заработать деньги. И все. Потому что ставки смешные о них. И тем не менее, я знаю, что многие мужчины, которые в молодости хотя бы месяц занимались боксом, берут сына за руку и приводят в секцию бокса. Да. И заставляют заниматься. Да, это практикуется очень активно. И сейчас вот у меня сформирована такая группа. 23 человека. Детверы разновозрастной посещают эту секцию. Сложно разделить по возрасту. Поэтому там есть дети, которые значительно старше. Но тем не менее, процесс воспитательный не нарушен. И все происходит так, как нужно. Но приводят в основном папы, да? Мама не хотят, чтобы их чадо пропускало удары кулаком по лицу. Ну, разные случаи бывают. И мамы приводят где-то. Но должен сказать, что для тех телезрителей, которые нас сейчас видят, нужно сказать, что боксер выходит на ринг совсем не для того, чтобы пропускать удары. Конечно. То есть это как бы... А их наносить. Ну да. Наносить, но в то же время постараться не пропустить все то, что полетит ему в ответ. Собственно, в этом и состоит таинство этого уникального вида спорта. Ты перешагиваешь через канат и оказываешься как бы на отдельном пространстве, где действуют совсем другие правила и нормы. Никто ничем не поможет. Да. Разве что просто откажешься. Да. Такой вот необычный вид спорта. И детвора идут с удовольствием заниматься. Единственное, не всех хватает надолго. Тут целый ряд проблем. И не столько связанных с тем, что детвора боятся получать эти удары. Не в этом дело. Просто возникает масса препятствий тому. Занятия в школе, неуспеваемость в школе и прочее. Тем не менее, успешное выступление даже на квалификационных соревнованиях делает мотивацию человека заниматься этим в дальнейшем. У нас некоторое время есть еще впереди. Я хотел бы, совсем немного, я хотел бы, чтобы наш эфир предоставил тебе возможность сказать, куда к тебе можно прийти и где тебя можно найти тем, кто хочет своего ребенка. Наш клуб находится по адресу Левитана 79. Это на Левитане, между Королево и Черноморской дорогой. И там написано «Багира». Да, «Багира», написано «Багира». И, в общем-то, все желающие могут появиться там. Это напротив поликлиники номер 20. Да, 20-я поликлиника городская. И вот там находится наш фитнес-центр. Кому все это интересно и это рыцарское сообщество вам привлекательно и кажется интересным для следующего поколения молодых людей, милости просим, будете в 65 лет выглядеть вот так. Да, можно сказать, живая реклама здорового образа жизни. Спасибо, что был у нас в эфире. У нас в эфире был мастер спорта СССР Игорь Михневский. Надеюсь, не последний раз. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова